Что же, продолжаем обзор весенней-осенней коллекции. Приветствую, всем здоровья. Сегодня на обзоре у меня велосипедная куртка, рассчитанная на прохладную погоду. Таким образом, продолжаем тему утепления. Собственно, куртка хоть и не особо большая, но даже в сложенном состоянии оперировать и перед камерой это крайне затрудительно, а уж целиком в развернутом виде так вообще никак. В общем, все как обычно в таких случаях. Общий ракурс куртки я продемонстрирую на примере картинок, позаимствованных с сайта продавца, а на камеру покажу нюансы и детали. Итак, приступим. Начнем, как обычно, с того, что изготовлена куртка в Китае и заказывалась непосредственно оттуда же. Пришла, кстати, за три недели, что считаю таким средним результатом. Так вот, куртка эта марки Arsukseo. Заранее отмечу, что в данной куртке, прежде чем сделать этот обзор, я проехал более 300 километров при температурах от плюс 2 до плюс 18 градусов. Теперь давайте рассмотрим ее повнимательнее. Внешне все очень качественно. Это у меня далеко не первая вещь под брендом Arsukseo. И каждый раз их изделия оставляют приятные впечатления. Не только при первом знакомстве, но и в дальнейшем использовании. И этот раз также не стал исключением. Начнем, пожалуй, с того, что данная куртка, по сути, утепленный ветровик. И, как у любого нормального ветровика, здесь присутствуют зауженные резинкой рукава, а также имеется широкая резинка в нижней части. И данная резинка, помимо задачи исключить поддувание, имеет на себе силиконовую полоску, благодаря которой куртка на поясе сидит четко и попыток оставить поясницу незащищенной не предпринимает. Также отдельного внимания заслуживает и воротник, который выполнен исходя из предназначения самой куртки. Как видите, сам воротник имеет особую форму. И хочу отметить, что это очень удачное решение. Нигде не поддувает, ничто не натирает, просто 5 баллов из 5. Таким образом, все эти приятные мелочи позволяют с комфортом скрючиться на шоссеннике и наслаждаться поездкой. Теперь о материалах. В куртке использовано два основных материала. Первый плотный, непродуваемый, защищающий от холодного воздуха. Имеется на куртке в двух цветах. Из него выполнены рукава, воротник и вся передняя часть куртки. И второй материал, который используется с обратной стороны. Он также достаточно плотный, но при этом дышащий. Далее уделим внимание молниям. Их здесь всего три по количеству и две по типу. Итак, первая застегивающая куртку здесь качественная, работает без заеданий. И с обратной стороны выполнена таким образом, чтобы препятствовать холодному воздуху в прохождении через зубья молнии. Замок молнии имеет встроенный фиксатор, чтобы молния произвольно не расстегивалась, а также для удобства расстегивания и застегивания молнии в перчатках. На замке, помимо стандартного язычка, присутствует вот такой хвост с пластиковым нескользящим наконечником. И немоважный момент. Замок паркуется в верхней части молнии в такой вот карман. Благодаря такому решению ни замок, ни края молнии шеи не ощущаются. Теперь о втором типе используемых здесь молний. Находятся они вот здесь, на месте, где обычно располагаются карманы. О том, что там скрывается, расскажу чуть позже. Так вот, эти молнии также с защитой от продувания. Только в данном случае защита это снаружи и имеет на себе отражающее покрытие. Замки тут также имеют фиксацию и также хорошо скользят по молнии без каких-либо нареканий. Придраться можно разве что к язычкам замков, которые выполнены из скользкого пластика и имеют весьма малый размер. Далее, раз уж вскользь уже были упомянуты отражающие элементы, то быстро проговорим о них до конца. Светоотражающих элементов на куртке немного. Пять небольших элементов спереди. Среди них ранее упомянутые молнии. Далее две полоски на груди и пятый элемент непосредственно название самой марки. С обратной же стороны всего одна светоотражающая полоска поперек спины и таким образом на куртке всего шесть светоотражающих элементов и на этом собственно все. Теперь о карманах. И вот тут для кого-то прозвучит неприятный факт, поскольку привычных для большинства карманов тут собственно и нет. И чтобы объяснить это заявление начнем с двух молний на местах, где вполне могли бы быть карманы. Но по факту это не столько карманы, сколько закрываемый на молнию клапан для дополнительного проветривания при необходимости. Если расстегнуть молнию, то за ней обнаружится сетка по площади равная вот этой вставке. Разумеется, понапихать мелочевки за молнию можно, но в таком случае проветриванием воспользоваться уже не получится. Я лично открываю эти молнии при температуре воздуха, начиная уже с плюс 7-10 примерно. Иначе в куртке становится реально жарко и только открытая вентиляция спасает положение. Именно поэтому я не готов отказаться от вентиляции в пользу использования ее в роли кармана. Вообще непосредственно именно карманы в куртке расположены на спине и их здесь три. Глубиной каждый примерно 17-18 сантиметров. Ширина всех карманов немного отличается. Так, начнем справа налево. Первый карман шириной 14 сантиметров, средний 12 сантиметров и последний 10 сантиметров. Но, как видите, все эти карманы открытые и ни молнии, ни клапанов не имеют. Ну, в общем, вот как-то так. Что же, осталось уделить немного внимания швам и подвести итоги. Швы здесь, как и во всех изделиях Arsukseo, которые мне приходилось держать в руках, выполнены хорошо, все ровное, никаких торчащих ниток и непрошитых участков. Единственная придирка с моей стороны, так это то, что, по моему мнению, куртке не хватает сетчатой подкладки, которая скрыла бы внутренние швы от глаз потребителя. На цене куртки добавление подобной подкладки отразилось бы незначительно, но с ней изделие приобрело бы более качественный вид. Так что, если не брать в расчет мое замечание касательно подкладки, то во всем остальном я очень довольны приобретением. В своем ценовом сегменте куртка действительно оказалась качественной и крайне удобной в использовании. В общем, если кого-то эта куртка заинтересовала, ссылку на нее вы найдете, как всегда, в описании к видео. А у меня на сегодня это все. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok